Несмотря на объявленное перемирие на Донбассе, боевики продолжают обстрелы. Сегодня открывали огонь 8 раз. В ход по-прежнему идут орудия запрещенных калибров. Под ударом оказались украинские позиции возле Зайцева, Авдеевки, Толоковки и Широкина. Все подробности о ситуации на передовой расскажет Игорь Левенок. Участок фронта в районе Новоалександровки. Это место остается одним из самых опасных на линии соприкосновения в Луганской области. Окопы и блиндажи противника совсем рядом. Их можно рассмотреть даже невооруженным глазом. И сегодняшняя ночь здесь была неспокойной. Несколько часов подряд вот с этих высот враг обстреливал наши позиции из пулеметов и гранатометов. Это, скорее всего, провокации с той стороны боевиков ЛНР. То есть для того, чтобы мы давали ответ на огонь, соответственно, чтобы уже компетентные органы миссии, там ОБСИ, он фиксировали обстрелы с нашей стороны. Но, соответственно, мы на провокации не поддаемся. На днях украинские военные возобновили контроль над Новоалександровкой. Армейцы продвинулись вперед на два километра и сформировали новую линию обороны. Окупанты простреливают теперь эту местность с трех сторон. Там высота. Там высота. Что из вооружений у них есть? Все. В Новоалександровке осталось 16 мирных жителей. Четыре года они живут без электричества. Офицеры военно-гражданского сотрудничества обещают в скором времени электроснабжение возобновить. Когда будет дана гарантия безопасности для выполнения этих работ и ремонтно-вотновленным бригадам, тогда мы их будем сопровождать для восстановления электроэнергии. Мы эти гарантии получаем через общий центр координации и контроля, которые работают сейчас с представителями ОБСИ, которые обеспечивают гарантии с этой стороны. А это уже Светлодарская дуга. Здесь традиционно боевики применяют весь свой арсенал. Ночью по украинским позициям они открывали огонь из минометов, обстреливали из пушек БМП, а также пехотного вооружения. Был слышен активный гул техники. К сожалению, наши глаза не могли определить, где они применяют запрещенными минскими угодами вооружение, потому что 120-мм минометы прилетают по нашим позициям. Мы выполняем минские соглашения, отвечаем только тем вооружениям, которые дозволны. Наши бойцы сообщают, недавно у противника произошла ротация. Из России приехало новое командование. Окупанты пытаются даже пехотой атаковать украинские опорные пункты. Армейцам приходится усмирять порывы врага. Передвигаться между позициями нужно осторожно. Чтобы избежать появления непрошенных гостей, солдаты заминировали все тропы, по которым может пройти неприятель. Здесь мы поставили растяжки в случае проникновения ДРГ, потому что каждый день мы наблюдаем в приборе спостережения, что враг пытается ночью незаметно пройти. Активность врага отмечают и в районе Авдеевки. Здесь закрепились наши десантники. Говорят, боевики к линии соприкосновения подтянули технику и даже танки. Они интенсивно проводят разведку, но бойцы уверяют, надеяться оккупантам здесь не на что. Сейчас на данный момент силы, которые у них есть, я думаю, что мы с уверенностью можем сказать, что противник дальше этих рубежей никуда не продвинется. Потому что здесь народ настроен, вооружения хватает, дух боевой. В принципе, я думаю, что это будет для противника большим сюрпризом, то сопротивление, которое будет им указано. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер.